давно хотел рассказать про палки которыми пользуюсь чтобы рекомендовать их друзьям тем кто бегает занимается скитуром просто ходит в походы очень достойная палка ионер называется карбоновая купленный алиэкспресс в китае на мой взгляд это наиболее удачная инженерная модель есть другие различные варианты но меня пока здесь все устраивает с исключением одного маленького недостатка палка складывается и раскладывается с помощью пина есть такой есть небольшой пин мы на него нажимаем и колено входит в рукоятку теперь остальные колена просто раскладываются мы берем собираем и вот с такой липучкой скрепляем липучка очень важный элемент потому что если ее не будет палка будет болтаться и это будет совершенно неудобно разбирается палки молниеносно просто бросили коленки и выдвигаем вот эту вот палку высунулся пин все палка собралась и можно пользоваться здесь есть доводка с помощью цангового крепления крепление очень классная хорошо держит палку другие аналоги палки которыми я пользовался обычно эти крепления фиксировали ненадежно и при сильной нагрузке палка просто проседала вот это было прямо очень неудобно здесь никаких проседаний я не замечал ни разу вот поэтому рекомендую ручка удлиненная из пениного материала держать очень удобно и когда держишь ее нижнем положении кулак упирается как раз на зажим что тоже очень удобно темлячок обычный тряпочный иногда он перекручивается вот но в целом никаких хлопот не доставляет наконечник обычный здесь резьбовой вот обычно на резьбовых наконечниках часто теряются кольца пока на этой палки я колец не потерял были у меня складные палки оониджи тоже я первый купил из складных но наконечник там без возможности смены колец соответственно их можно было использовать только летом для бега а зимой нельзя было так как я хожу скитуры мне нужно чтобы кольца менялись собственно вот такие палки всем рекомендую кто ходит в походы бегает и занимается скитуром всем удачных походов да еще один маленький момент на красной поляне сегодня желтый снег он желтый повсеместно это буря из африки вот снег стал желтый везде никто его не ест что очень опечаливает